Всем привет, друзья! Меня зовут Ваня, вы находитесь на канале Мобильный Мир и сегодня я расскажу вам про самое лучшее приложение для планирования собственной жизни, а именно Microsoft ToDo. Недавно я снимал обзор на приложение Google задачи, точнее сервис Google задачи, который является лучшим сервисом подобного плана, то есть для планирования собственной жизни, для задач, напоминаний и так далее, для тех людей, которые активно пользуются Google календарем. А Microsoft ToDo является идеальным сервисом для тех, кто не пользуется Google календарем вообще, никак не синхронизирует свою Google экосистему, короче, для подавляющего большинства пользователей. Что такое Microsoft ToDo? По сути, это не уникальная разработка компании Microsoft, они просто в свое время купили такой сервис как Вандерлис, который на самом деле является с технической точки зрения очень хорошим, удобным, практичным и в принципе бесплатным, тоже мультиплатформенном. И компания Microsoft решила, давайте возьмем вот этот сервис, накупим его, сделаем на его базе Microsoft ToDo и немножко доработаем дизайн. В принципе, получилось очень даже хорошо. Вандерлист, кстати, до сих пор существует, его можно скачать на большинство актуальных платформ, это Mac, это Windows, это Android, это iOS, это iPadOS. Но, к сожалению, так вышло, что компания Microsoft сразу после покупки этого сервиса перестала его обновлять. То есть, хотите Вандерлист, качайте, но хотите обновленные версии, доработанные, улучшенные и так далее, то это уже только Microsoft ToDo. В общем-то, небольшой экскурс в историю закончен, давайте перейдем непосредственно к работе с приложением. Я нажимаю на значок ToDo и вижу очень минималистичный такой симпатичный интерфейс, где есть мой день. Важно, запланировано, об этом сейчас обо всем поговорим. Стоит начать с того, что у нас есть сверху. А сверху мой аккаунт Microsoft, то есть, естественно, приложение принадлежит Microsoft и синхронизируется оно через аккаунт Microsoft. Ну, в общем-то, это все, что требуется сказать. Если у вас есть аккаунт Microsoft, то это хорошо, а он есть, наверное, у всех, у кого компьютер на операционной системе Windows. Если у вас, конечно, Mac, iPhone и никогда не было в Windows, тогда придется создать. Это несложно. Давайте зайдем в параметры, что у нас тут есть. Вот, смотрите, импорт из Вандерлист. Здесь мы видим очень грамотный подход компании Microsoft с точки зрения удержания аудитории, потому что Вандерлист – это очень популярное приложение. Практически все люди, вот несколько лет назад, кого я знаю, кто планировал собственную жизнь, все пользовались Вандерлистой. Я тоже им пользовался. И так уж вышло, что тут Microsoft говорит, так все, Вандерлист не обновляется, переходите на ToDo. И народ такой, блин, у меня же столько было всего забито там важного, столько вот этих вот напоминаний, ежемесячных повторов. Я не хочу с этого всего слезать. Здесь можно сделать импорт буквально в один клик. Мы просто входим в учетную запись Вандерлист, и все переносится в Microsoft ToDo буквально за считанные секунды. Ну, зависит, конечно, от объема информации. И это очень круто, это очень здорово, что такое вот было предусмотрено. Но дальше тут уже не особо важно. Есть смарт-списки, о которых мы поговорим побольше. Их можно включать, отключать и так далее. Далее. Что тоже интересно, это тема. Есть светлая и темная тема. В последнее время очень много форсится вот эта вот темная, светлая тема. Я не понимаю, на самом деле, вообще, с чего такой объем хайпа вокруг тем, но как бы они есть. И мы можем использовать ту тему, которая используется в телефоне. У меня AMOLED-экран на смартфоне, поэтому у меня по умолчанию стоит темная тема. Она экономит заряд, и, в общем-то, у меня черный цвет красиво выглядит, и я использую темную тему. Кто-то может использовать светлую, и светлая, в принципе, также очень-очень приятно выглядит. То есть, как бы, непонятно из-за чего хайп, но вот такая вот возможность есть, и я не считаю, что это плохо. Вот как бы, ну, типа есть и есть. Наверное, даже ближе к тому, что это хорошо. Всегда разнообразие – это хорошо. Далее. Что мы можем здесь сделать? Например, можем создать список. Списки могут быть разными. Я назову, например, «Домашнее хозяйство». Вот. Мы можем выбрать для этого списка цвет или фотографию на фон. То есть, таким образом мы, как бы, кастомизируем приложение и позволяем, ну, самим себе лучше отслеживать. Ну, как бы, мы привыкаем к какому-то цвету или какому-то изображению, и гораздо лучше ориентируемся, если у нас очень много, например, этих списков. Такого в Google задачах, например, нет. И этот функционал мне нравится. То есть, он более такой кастомизируемый, что ли, интересный, забавный. То есть, с этим приложением, честно говоря, больше хочется работать. Что мы можем сделать тут? Можем добавить какую-то задачу. Например, «Например, завтра я хочу помыть машину». Я очень не хочу об этом забыть, «Мощину». Я ставлю дату выполнения на завтра. Завтра у нас будет воскресенье. И ставлю напоминание, например, на, ну, предположим, на сегодня. Выбираем время. И вот в 11 вечера я хочу, чтобы мне об этом сообщили, чтобы я уже был готов. Все, у меня есть задача помыть машину. И сегодня в 11 вечера мне приложение об этом напомнит с помощью пуш-уведомлений. Это здорово. А знаете, что самое крутое? Что вот эти все мы создаем задачу, например, и вот эти все функции, пункты, они более лаконичны, что ли. Они как бы побуждают тебя поэтапно сделать задачу такой, которую ты хотел бы видеть. Наверное, так это можно объяснить. По сравнению с другими сервисами здесь внедрение вот этих самых задач происходит гораздо проще, гораздо лаконичнее и приятнее. Вот это, конечно, субъективная вся штука, но, опять же, это мой канал. Здесь очень много субъективных вещей. Для меня это удобно. Попробуйте. Я думаю, что если вы не фанат Google календаря, вам вот это, это будет просто самый сок. А еще давайте, знаете, что сделаем? Например, я каждый месяц плачу за интернет. Логично, да? Оплатить интернет. Дату выполнения. Я это делаю каждое 10 число, но сегодня 22 февраля, поэтому мы аккуратненько переходим на март. 10 марта ставим. Все, мы поставили срок 10 марта. Теперь нам нужно поставить повтор ежемесячно. Все. Теперь каждый месяц мне будет повторяться вот эта вот задача оплатить интернет. Ну, в общем-то, и это сразу решает огромное количество, освобождает оперативной памяти. Я бы так сказал. Ну и плюс ко всему, вот вы полдня поработаете с этим приложением, вы вообще перестанете думать о том, что, когда надо сделать, вы все будете фиксировать. Жизнь реально станет ярче, проще и времени для того, чтобы чем-то полезным заниматься станет гораздо больше. Это проверено на мне и на многих других людях. Теперь сделаем еще какую-нибудь задачу. Например, задача 1, это просто для объяснения дальнейших функций, должна быть выполнена завтра. Задача 2 у нас будет на 26 февраля. Ну и, наверное, хватит. Теперь поговорим о том, чего нет в Google задачах и что, насколько здорово реализовано здесь. Смарт-список запланирован. Он выводит из всех наших списков, даже если тут было бы 10, задачи не по спискам, а именно по дате. Потому что часто бывает такое, что тебе и по домашнему хозяйству что-то надо сделать, и по работе, и по хобби, и по развлечению, и с детьми, и с семьей и так далее. И лазить в каждый список, вот этот, смотреть, что тебе надо сделать сегодня, это не очень удобно. Я бы сказал, совсем неудобно. Вот этого нет в Google задачах, но это есть тут. Мы смотрим, что сегодня помыть машину, завтра задача 1, потом 26 задача 2, и 10 марта мне надо будет оплатить интернет. Все, это очень удобно, это очень круто. Также по поводу смарт-списков давайте немножко поговорим, потому что тут есть смарт-список «Мой день». Я долго не понимал, нахрена это вообще надо, зачем нужен такой смарт-список. А он, на самом деле, знаете, как работает? Бывают такие дни, я уверен, что у многих бывают такие дни, когда ты, вот я вообще не хочу сегодня ничего делать по своим делам, вот я сегодня хочу заниматься вот этим, этим, этим. Это не относится ни к каким спискам, ни к чему. Это мой день. Это вот я, вот я взял выходной на работе, и вот я взял выходной на работе, и вот сегодня вот я буду есть макароны, смотреть Гарри Поттера, потом пойду в какой-нибудь бар, склею девочек. Все, вот это мой день. Вот такой смарт-список. Им пользуешься очень редко, но иногда так доставляет, что прям понимаешь, зачем это нужно. Серьезно, когда хочется абстрагироваться от всего мира и наслаждаться сегодняшним днем. Есть такой же смарт-список, как «Важно». Бывает такое, что есть задачи, которые ты распределяешь сегодня, завтра, послезавтра вечером, через неделю утром, и ты понимаешь, что есть задачи, которые у тебя, например, в списке есть, но они такие, типа, пропылесосить можно и завтра. А вот есть важные задачи, например, какой-то дедлайн по работе. И мы выбираем, например, из домашнего хозяйства, то есть вот помыть машину завтра, там вот еще есть задача один у нас на завтра. Вот я отмечаю задачи один как важная, а машину я могу помыть и послезавтра. И вот этот смарт-список, он как бы отсекает лишнее, потому что бывает такое, что ты очень много задач себе напланировал, прям вот вообще там 100 задач на день, и отмечаешь три из них важные. Вот, другими смарт-списками, типа, назначенные вам, я не пользуюсь, потому что, ну, я как бы использую это приложение один. Там, где я работаю, никто не пользуется Microsoft ToDo, в принципе, ну, наверное, пользуется, но нет такого, что мне могут назначить какую-то задачу. Но, опять же, не обязательно это использовать на работе. Очень многие люди могут это использовать в рамках семьи. Например, вы жена, и ваш муж едет с работы, и вы такие, блин, надо купить это, 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 надо, короче, заставить его сходить в магазин. Можно ему позвонить, надиктовать или отправить ему WhatsApp. Он, например, дома можно на бумажке ему этот список продуктов написать, а можно создать задачу, магаз, и поделиться списком. То есть, приглашаем человека, он получает этот список, ему самому не надо ничего записывать, он никогда не накосячит, потому что, ну, как бы, список есть и все. Этим тоже можно пользоваться. Ну, понятное дело, что обычно сейчас все это делается по WhatsApp, но это, мне кажется, более цивилизованный вариант. То есть, если есть возможность, ну, вот почему бы не пользоваться, да? Что такое задачи? Здесь отображаются задачи, которые не входят ни в один из созданных вами списков. Да, бывают такие задачи, для которых, ну, вот их не отнести ни к домашнему хозяйству, ни к машине, ни к детям, ни к семье, ни к работе, ни к хобби, ни к чему. Постричь ногти. Ну, это первое, что пришло в голову. И, в общем-то, сюда тоже можно добавлять задачи и дату выполнения. То есть, функционал тот же самый, просто вот такой смарт-список абстрактной задачи. Очень похож на мой день, но мой день это все-таки такое вот что-то комплексное. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вы воспользуетесь возможностью, которая бесплатно совершенно дает компания Microsoft. Мне очень нравится дизайн этого приложения. Вот прям нравится и шрифты. Вот они здесь вообще идеальны, на мой взгляд. Лучше этого приложения по дизайну только приложение Things 3. Но, во-первых, оно живет только в экосистеме Apple, то есть iPadOS, iOS и macOS. Microsoft ToDo мультиплатформенный. И это круто, потому что, ну, не нужно привязываться к платформе. Нужно пользоваться как бы софтом, приложением. Я всегда об этом говорил. Вот. Но здесь кайф. Мне здесь нравится шрифт. Мне здесь нравится оформление, значки. Все выглядит аккуратно. То есть, дизайнеры взяли такой стрёмненький вандерлист, но он объективно стрёмненький. И сделали из него просто конфетку. Поэтому пользуйтесь. Если вам такой подход понравится, поверьте мне, вы очень сильно продвинетесь в планировании собственной жизни. Вы будете быстрее, эффективнее. А это в нашем мире очень важно. Мы живем в мире невероятных скоростей, скажем так. Невероятной спешки. Куда-то постоянно что-то. Поэтому такое приложение будет для вас отличным подспорьем. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Все комментарии я читаю. Мне интересно. Тем более, их сейчас очень мало, поскольку канал у меня очень-очень маленький. Но, тем не менее, будем дальше делать видео. Будем дальше обогащаться духовно с помощью софта, с помощью мобильных игр и так далее. Увидимся в следующих видео. Пока.